Очередь беженцев и мигрантов на границе между Грецией и Македонией. Для выходцев из Африки из Ближнего Востока – это лишь один из отрезков пути. Они стремятся попасть в Западную Европу. Попав в Македонию, они на время останавливаются в специально созданном для них палаточном лагере. «Мы считаем, что каждый день границу между Грецией и Македонией переходят 3000 человек. Из них 30% – женщины и дети». Лагерь установлен силами Красного Креста близ города Гавгелия. Здесь беженцам из Сирии и мигрантам из других стран раздают еду, а также предметы первой необходимости. «Сравнивая с тем, что было раньше, сейчас всё гораздо лучше организовано. У нас есть склады, которые пополняются силами Красного Креста, ЮНИСЕФ и другими гуманитарными организациями. У нас есть специальное место для регистрации мигрантов. Довольно просторное. Там они могут ждать, пока их документы находятся в обработке». Представители гуманитарных организаций говорят, многие люди истощены долгой дорогой, а дети страдают от обезвоживания. Некоторые маленькие путешественники получили такой стресс, что у них наблюдаются отставания в развитии речи. «Некоторые из них страдают от обезвоживания, волдырей, диареи, холода и солнечных ожогов. Нас очень беспокоят младенцы, которые находятся на грудном вскармливании. В дороге некоторые матери не имели возможности их нормально кормить, поэтому у них началось обезвоживание». Из этого лагеря люди направляются в Великобританию, Германию или другие страны. «Может, в Европе, в Германии или Британии этому мальчику сделают операцию. У него лёгочная гипертония, проблема с сердцем и лёгкими. В его груди много проблем». Данный маршрут называют «Валканским путём» – из Греции в Македонию, далее в Сербию и Венгрию, затем в более состоятельные страны ЕС.